всем сонного утра у нас чудесная погода потому что я собралась ехать по делам в город поэтому у нас идет дождь а завтра когда мне не надо будет в город у нас не будет дождя это закон подлости и я пойду к ней и после этого надо будет ехать в родном что еще я не возмусь на ужасно слава она жарко под окном кто-то орал поэтому я альшер вызвался да тебя все просит посниматься в челлендже не будешь не знает ну значит года через полтора сокросится точно мы наслаждаемся погодкой едем в годной колее разболтает по-моему откуда эта машина перед нами появилась нас обогнала не было же никого или мы ее догнали альша марина нафуфырилась а губы нафуфырь губы у тебя были классные губы когда ты пришла домой верни их марина сегодня не спала я снились ночные кошмары по моей довольной роже очень видно какие кошмары мне снились сейчас все подумают не то ничего плохого не думаете я приличная так что ничего слишком хорошего тоже не думаете я не снимала влог нет я снимала кусочки потом сделала мама видео делишника песенки марина была на делишнике это марина мама нет это не мама это марина а мама на кухне мама пошла на кухню потеряла маму пойдем искать беды мы сами не опинают а мы будем распаковывать сюрпризатор нам прислали посмотрите сколько всего интересного вот а потом еще будем распаковывать еще снимать да ну в принципе тут могут быть куртки хотя как то не тянет на осеннюю куртку хотя там есть мягкое что-то ну да но тогда это не совсем то что было на картинке я все равно буду ходить в алишеровской куртке но мы сделаем это количество звездочек да конечно самое обидное что если сегодня тут будет много того что мне захочется объемного чего-то взять на мое я не смогу этого сделать я зашлю к тебе алишера давай потому что у меня пакет вещей да и для анахана у меня еще пакет вещей для анахана мы сведем счеты что пахнет девичником ой 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 я уже хотела вскочить и поддержать да жалко конечно что нету этого крана ой меня зомби покусал в общем я иду в метро виду заброшенные вагоны а-а-а-а-а-а-а зомби черт аккуратно сзади странная женщина ой по это с чего я сделаю такое Это неправильный игрок для беременных. Зажали в угол. Ай, уже! Я могу отойти, и, блин, я не могу их обойти, чтобы уйти просто. Теперь Марина пробует убить зомби. Что, все зомби кончились? Ага, я дверь открыла. А, мне нужно сюда надо. Ага, окей. Как темно, включите свет. Ты я так темно. Прикольно. Все такое летнее. А, примерь джинсовку. Это Марина хвастается тем, что нам пришло в новом заказе. Нет, джинсовки не было. Мне кажется, класса с 10-го. Ее, кстати, тоже надо немножко прогладить, она мятая. Не прогладить надо. Внизу особенно. Она как раз. Повернись ко мне лицом. А хорошо, все. Не, она тебе небольшая. Как надо. Мне кажется, я бы даже и рукава не стала уменьшать. Не, я же. Ариша, а ты не застрянешь там, зайка? Не надо так делать. Ты что, мне страшно. А у меня есть новые штучки. Так. До с date. Так. Пока. Пока. Ариша. А я ухожу от Марины, жду лифта, мы не все отсняли, что хотели, мы все успели, потому что нам такие интересные вещи прислали, мне эти очки виртуальной реальности понравились. Два видео сняли, еще два у нас на очереди, даже три, мы их сделаем в следующий раз, наверное, в понедельник, встретимся, не знаю, завтра я на прядку поеду, я, кстати, там чувствую себя намного лучше, как вы видите, дождь на улице прекратился, я позадненький позан, я чем-то запачкалась, но не знаю, чем, пози, а. Сейчас мы с Пузиком поедем в роддом, как я говорила, в тот частный, в который я хочу попасть, на консультацию к доктору, которому я хочу. Вот, она все посмотрит, все мои данные, и дальше мы либо заключим контракт, либо мне откажут, потому что это частный роддом, а я не идеально здоров. Вот, и после этого я уже поеду потом домой, в Сестрорецк, и сейчас мне надо будет очень долго ехать, потому что надо будет ехать, сейчас я буду идти минут 15, тормозок же, на маршрутку, потом ехать на маршрутке еще минут 15, и на метро, наверное, полчаса, и от метро 5 минут, ну, просто другой конец города. Вот так, на самом деле, там почти в центре этот роддом. Все, пора выходить. Я в городе, иду на вокзал, сейчас поеду домой, уже освободилась, все расскажу. Ку-ку, народ, хотела вам все рассказать, пока ехала, в итоге успела до дома доехать, просто мы с мамой болтали по телефону, она звонила, и это все так растянулось, а потом я ехала в электричке, где было много народу, и мне было как-то неудобно на камеру воспитывать. Не знаю, вы просите, чтобы я показывала город, но сегодня я, например, таскалась по таким местам, на эти, ну, просто улицы, просто дома, просто толпы народа, и как-то, в общем, не сложилось у меня со съемками сегодня на улице, совсем чуть-чуть для вас засняла. Ой, слушайте, я так устала, у меня спина, во-первых, болит сегодня, я не знаю почему, я думаю, потому что я плохо спала, на самом деле, я знаю почему. Вот, и еще я пока доехала от роддома до дома, я чуть не лопнула, потому что я из роддома вышла, наверное, где-то пол шестого, а сейчас пол девятого, а у меня малыши мочевой пузырь, место никак не могут поделить там внутри. В общем, я думала, меня разорвет в этой электричке, или до дома дошла. Как мало надо для счастья. Так, что я вам расскажу. В общем, куда я ездила, в какой роддом? Я вообще хочу попасть во второй роддом на Фурштадской, это платный роддом, он классный, он действительно классный, раньше о нем были не очень хорошие отзывы, ну, скажем так, лет 10 назад, но сейчас у них действительно поднялся уровень, и они очень крутые. Вот, я бы хотела попасть к ним, потому что я всегда считала и продолжаю считать, что если ты собираешься рожать, то делать это надо платно. Либо договариваться с врачом, либо ехать в платный роддом, но, в общем, не как в госполиклинике, да, что ты пришел и там попал к какому-то врачу, и у него рожаешь. Конечно, таким вариантом пользуется огромное количество женщин, я думаю, 70 или 80%, то есть большинство, но, как вам сказать, я не самый здоровый человек, и я переживаю за своего ребенка, и у меня много примеров, когда девушки рожали бесплатно, и это не очень хорошо заканчивалось, именно потому, что врачей вовремя не было рядом, или они не уделили должного внимания, ну, в общем, в основном хамство и халатность врачей. Поэтому мне хочется себя обезопасить, и либо я попадаю в этот роддом, в который я сегодня ездила, я сейчас расскажу, почему я пока еще не попала в него, скажем так, вот, либо я буду в каком-то другом заключать договор, потому что, короче, я хочу быть уверенной, что ко мне будут нормально относиться, что доктор будет вовремя рядом и так далее. Вот, сегодня я ездила знакомиться с врачом, у которого я хотела поражать, она провела осмотр, все там вопросы задала, в базу данных меня забила, но договор мы пока не заключили, потому что у меня не очень хорошая кровь, ну, вы знаете, что я все время бегаю сдавать анализы, и она сейчас становится лучше, но мой гематолог, гематолог, это врач, который занимается именно кровью. Мой гематолог в женской консультации ставит мне 133 диагноза и при этом не выписывает ничего, кроме витаминок, а гематолог, которому я ездила в Алмазово, это самая крутая клиника в Санкт-Петербурге, они реально крутые, написал мне, что я здорова в плане гематологии, то есть ничем делать не надо, это Рекса гоняет кота на радостях. Вот, и поэтому, поэтому я буду еще раз давать полный спектр анализов, чуть попозже, кровь там, все штуки-дрюки, то, что у меня сейчас меняются анализы, вполне возможно, что у меня потом кровь станет лучше, сама по себе, такое бывает, и сейчас идет этот процесс, вот, и дальше я иду на консультацию к гематологу в этом роддоме платном, и он уже дает заключение, могу ли я у них рожать, просто платные роддомы, они не берут сложных пациентов, скажем так, для того, чтобы не портить себе статистику, не портить, не знаю, репутацию, сложные пациенты должны ехать с Пермамед, в Алмазово, в ВОТО, ну, короче, там, в первые, как там, в военную академию, вот, поэтому пока мы договор не заключили, в принципе, я очень надеюсь, что они меня возьмут, это решится через месяц, в конце сентября, пока все хорошо, доктор посмотрел мой животик, сказал, что у меня компактный малыш ожидается, ну, что такое, что такое, вот, и согласилась с тем сроком, который у меня сейчас ставит паузе, это 25 недель, которые я вам озвучиваю, то есть все на то указывает, в общем, все пучком, и здравствуй, котик мой, здравствуй, я тоже по тебе соскучилась, Рокса, тебя я уже погладила очень много, а кота еще не гладила, эта подушка у меня тут так выпирает, так что вратом я съездила, потом я поехала на вокзал, и так получилось, что я на 5-7 минут опоздала на электричку, и мне пришлось целый час ждать следующей электрички, поскольку мне было несколько скучно, я пошла в ближайший буквойет, и там я не удержалась, дело в том, что я уже месяца два снова хожу мимо раскрасок с этими мандалами различными, и мне все время хочется их купить, я не знаю, зачем, мы в прошлом году с Мариной раскрашивали, я пораскрашивала 2-3 недели, мне надоело, я забросила это дело, у меня распечатки есть, мы раскрашивали фломастерами распечатки, вот, а тут мне захотелось книжечку, и прям хотелось, 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 ну и в общем, пока я хотела, я в итоге купила себе, я бы решила, что я могу позволить себе потратить 300 рублей на такую штуку, в крайнем случае, потом мой ребенок будет это раскрашивать, когда-нибудь каляками-маляками, и вот, что я купила, вот такую книжку с мандалами, мне хотелось книжку, и чтобы там были тоненькие рисуночки, видите, какие они очень-очень маленькие, то есть я не хочу закрашивать большие поверхности, я хотела такие вот, прям, вырви глаз узоры, и что-нибудь симметричное, поэтому я взяла такую книжку и взяла вот такие ручки, ну, они, наверное, галимые, но те ручки, которые я хотела, я хотела стабила, штабила, как они называются, не знаю, в общем, они стоили 90 рублей за штуку, я не разорилась, этот набор ручек стоит 144 рубля, книжка стоит 166, так что 310 рублей получилось, я хочу сегодня пораскрашивать, потому что, потому что я хочу, я просто хочу, я не знаю почему. Все, выговорилась наконец-то, и сейчас, что там со временем, у меня есть еще 20 минут до урока с ученицей по скайпу, поэтому я сейчас, наверное, пойду на кухню, кушала я давно, у Марины, да, когда была, во сколько я поела-то, в 3 часа дня, почему я есть до сих пор не хочу, ну, как-то я не хочу, но на самом деле я, наверное, хочу, поэтому надо пойти поесть, иначе я наемся очень сильно на ночь, да, кстати, доктор сказал, тортиками не злоупотреблять, чтобы легко родить самой, чтобы малыш не был слишком большим, так что я постараюсь не злоупотреблять, так хочется сладкого последние дни, поем завтра с утра сладкого, все равно это все сгорит за день, за день сидения за компьютером, у меня хорошее настроение, хороший день был, еще надо монтировать то, что мы сняли с Мариной, но это я буду делать завтра, не сегодня, потому что мы сейчас позанимаемся с ученицей, и будет уже почти 11 вечера, это уже ложиться спать надо, я еще хочу в душ, но придется так после урока идти, мне так жарко было, в первой половине дня у нас дождь шел проливной, ну вы видели, под каким дождем мы ехали в город, и я была в толстовке, короче, в самый раз было, а потом во второй половине дня вышло солнце, и так шпарило, что я ходила без толстовки, и я вся вспотела, ужасно, жарко мне было, что надо в душ, хочу быть чистенькой, смотрите, какой у меня чудесный котик, такой хороший котик, просто чудесный, Кузя, и такой прекрасный, Кузьма, нет, давай не будем шлюнявить камеру, а б шлюнявил, да, да, я все знаю про тебя, шлюнявый котик, такой хороший, мурмурка, мряк, скажи мряк, кугзик, соскучился, он скучает, когда у меня дома нету целый день, такой хороший, Кузя, ты такой плюшка, зачем ты слюнявишь камеру, Кузя, что ты делаешь, ребята, вас обслюнявили, фу, ребята, вы меня комментариями посмешили, я читаю комменты, и вы написали, типа, все было хорошо, но я напомнила о школе в конце, извините, я просто уже учитель, и меня это тоже касается, но, знаете, когда я училась в школе, всегда думала, господи, поскорей бы закончить, ну, короче, в том плане, что бесит столько лет учиться, все время рано вставать, и потом я закончила школу, закончила универ, и первый год у меня было такое ощущение, как у меня много свободного времени, потому что ты приходишь от работы, и тебе не надо делать домашние задания, и действительно получается намного больше времени, чем когда ты учишься в школе, я прекрасно понимаю, сколько времени занимает учеба, и сочувствую детям, особенно в старших классах, в общем, я на вашей стороне, но я вам хочу сказать, что как учитель, я с детства хотела быть учителем, кстати, я очень люблю первое сентября, мы начинаем учиться, я с таким энтузиазмом готовлюсь к урокам, наслаждаюсь этим всем, каникулы я тоже люблю, серьезно, все учителя любят каникулы, и в апреле и мае все учителя раскрываем тайну века, мечтая, чтобы учебный год поскорее закончился, и в июне мы все, ааа, лилуя, и дальше мы отдыхаем летом, и просто думаем, господи, какое счастье, что нет уроков, что нет детей, что не надо там проверять домашки, и так далее, но к сентябрю мы все успеваем соскучиться, и с радостью приступаем к учебе, Поэтому, поверьте, учителя любят каникулы, это так, и я тоже люблю каникулы, и в мае я действительно уже устраиваю от детей, и это классно, что есть лето, и сейчас я предвкушаю, надеюсь, ко мне кто-нибудь из учеников вернется, и я смогу заниматься, просто новых я искать не буду в связи со своим положением, вот, а если кто-то, кто из прошлого года, ну, вообще должны, ребята, со мной продолжить заниматься, это будет очень-очень клево, я уже по ним успела соскучиться, они все классные, вот, так что, вот, так хороший был Комин, и еще вы спрашиваете, что на зеркале, это вы можете узнать в конце влога, который называется «Романтический сюрприз», был совсем недавно, так что полистайте, и увидите, что я там на зеркале писала, я рассказывала. А еще, ребята, я вижу ваши запросы на то, какие вы видео от меня хотите, там, типа, что в моем айфоне и так далее, я обязательно учту, и некоторые из предложенных видео я обязательно сниму, как появится время, просто сейчас загрузка, и, в общем, ждите, я все вижу, когда вы пишете комментарии к новому влогу, и в тот же день я всегда читаю эти комменты, так что не бойтесь, я не просмотрела это все, обязательно учту и обязательно сделаю. И еще что-то хотела сказать. А, про телевизор, вы очень много новые подписчики спрашивают, у нас нет дома телевизора, дело в том, что я все, что мне нужно, смотрю на компьютере, я в основном смотрю сериалы или фильмы, а еще у нас есть планшет, айпад, и там установлена, короче, телевизионная программа, и там Алишер смотрит все каналы, поэтому телевизора у нас нету, нам его некуда вешать, на самом деле, мы хотели сначала купить большую плазму, а потом поняли, что нам его просто тупо некуда вешать, особенно с учетом того, что у нас появится малыш. Мы сначала думали диван еще в комнату купить такой, чтобы сидеть, смотреть телек, но это не вариант, так что телевизор у нас появится только, когда мы переедем в квартиру побольше, а когда это произойдет, я не знаю, потому что квартира побольше стоит очень много денежек, а сейчас у нас не так много денежек, потому что все уходит на подготовку к малышу. Кустинаш есть? Для Рекса есть. Пойдем. А, Галина, она не покушала еще. Иди кушай. Иди позови ее кушай. Иди кушай. Иди сюда. Ну, как вы поняли, Алишер приехал домой. Я только что закончила урок, уже 11 вечера, я хочу спать. Я сейчас поставлю, не поставлю, я сейчас смонтирую влог и поставлю его сохраняться, а сама пойду в кроватку, потому что я устала. И мы с вами увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok